Кто вам больше нравится из спортсменов? Беляев. Як Мукартычун или Салмин Никола? Блин. Карлик в бане заходит, но что кудрявый насыпатель? Ньюзости на BGG Freaks созданы специально для того, чтобы вы могли узнать о чем-то, прикоснуться к прекрасному и докопаться до чего-то прекрасного. Ну, с целью, схожей с целями крыловских мосик. Ведь почему-то многие считают, что как-то пропиарить себя лучше всего на фоне чего-то большого и значимого, например, на фоне BGG Freaks. В общем, мы продолжаем вызывать пожароопасные ситуации на точке соприкосновения чресел и кресел. Прогреваем и прожигаем дыры в штанах и в седалищных поверхностях и продолжаем свою нелегкую, но очень полезную работу. К примеру, сочетание серого пиджака и оранжевых трусов в предыдущем выпуске Ньюзости так задело тонкие эстетические органы некоторых наших подписчиков, что они аж в личку писали и на своих стенах. Всегда удивлял и радовал момент, когда люди свои злобные ругательства пишут на своих стенах и на капотах своих автомобилей, а не на стенах объектах негодования. Но мы не настоящее телевидение, а значит можем себе позволить и безовкусицу в костюмах, и ляпы не скрывать, а выпячивать. Теперь аж реально захотелось сделать мои оранжевые трусы не просто случайностью, а неотъемлемым атрибутом моего костюма. Жаль, что только они не сочетаются с Ги от Дживасейл. Ну а к раненым тонко эстетическим органам можно подорожник приложить. А если эстетический орган слишком тонкий, то я слышал, что есть специальные таблетки и мази, и кремы, которые способны увеличить его и ширину, и длину. А теперь к темам выпуска. Доброго утра! Кстати, давно хотелось сделать выпуск новостей крайне неожиданным, где я неожиданно бы всех хвалил, холил, лелеял и облизывал. Может сегодня самое время? За время нашего почти месячного новостейного умолчания много кого можно было похвалить. Например, 30 июля мы присутствовали на турнире организаторов, которого смело можно назвать молодцами. Эволв Грэплинг Кап, или как было написано на пресс-воле, Большой Турнир по Грэплингу. Большой Турнир по Грэплингу, по маленькому такому Грэплингу, по скромному такому Грэплингу. Огромный такой турнир! И он действительно был организован шикарно, без пафоса, но со вкусом и со всеми необходимыми атрибутами. Здесь как будто бы все было продумано. И состав участников, и количество ковров, и деление на категории новичков и профиков, и тайминг. Замечу, в 11.30 начался семинар по правилам, борьба в 12, а все закончилось уже к 16 часам. Идеально для воскресного турнира. Однозначно команда Академии Волф молодцы! Ну а мы до сих пор постепенно выкладываем все схватки в отдельно взятых весовых категориях в нашей группе ВКонтакте, и некоторые даже на Ютубе. Кстати, на этом же турнире Эволф Грэплинг Кап, мне подарили вот такую прикольную маечку, чтобы было в чем в кадре красоваться. И да, ребята, которые ей сделали и мне подарили, тоже молодцы! А однозначно красавцы, ребята и девчата, которые посетили наш недавний БЖФ Тусе Кэмп и получили порцию джиу-джитсу и удовольствия. Молодцы и организаторы, и участники турнира Рокенроллинг 23, который мы посетили в это воскресенье. И давайте теперь по порядку, по всем событиям, явкам, паролям, предположениям, сплетням и анонсам. Для начала давайте поставим жирную точку в важном вопросе, который является предметом споров и обсуждений. Важный вопрос. Друг интересуется. Все-таки Салмин или Салмин? Салмин. Салминенье. Салминенье? Да. Сейчас ШАИГа идет, да, кстати? Да, прямой эфир, знаешь, где посмотреть? На БЖФ Рикс. 19 и 20 августа состоялся второй четвертьфинал Лиги Чемпионов Казахского промоушена АИГа, который в иностранных СМИ уже назвали следующим главным грэплинг-промоушеном в мире. Фактически есть все причины для данного утверждения. Денежные призы, яркая картинка шоу, шикарный состав команд участников и правила, ориентированные на экшен и зрелищность с точки зрения трансляции. Кстати, впервые за всю историю Чемпионатов АИГа данный ивент транслировался не в открытом доступе, а на закрытом платном портале Флогрэплинг. С одной стороны, это огорчает наших болельщиков, которые не привыкли платить за чужую работу, аж тем более за трансляцию. С другой стороны, этот факт наглядно демонстрирует и подтверждает, что АИГа переходит на Next Level. И я подумать не мог, находясь в 2021 году на Чемпионате мира АИГа в Турции, созерцая кое-как набранные сборные Франции, Бразилии, Ирана и США, что все это перерастет в столь масштабное шоу с самыми громкими именами в мире грэплинга. Два дня длилось мероприятие, два дня трансляции по шесть часов. Во время просмотра в голове всплыла еще одна гипотетическая причина, по которой трансляции нашего вида спорта никогда не будут популярными настолько, насколько популярны иные виды спортивных развлечений в прямом эфире. Ну, возьмем, к примеру, футбол или баскетбол. Открыл пивасика, посмотрел пару часов, проорался и освободил весь вечер, для того, чтобы матч можно было обсудить во дворе с мужиками. А здесь нужно убить весь день, а может быть даже и два выходных, как в данном, описываемом конкретном случае. И насколько надо любить борьбу. Нет, вот я, например, очень люблю борьбу, но и я на втором часу просмотра стал терять фокус внимания, что там происходит на экране. Ну, а теперь к результатам, которые, несомненно, радуют российских болельщиков. Первый день было масса всего интересного. И если вы до нашего сообщества ВКонтакте или подписчик раздела премиум, то вы наверняка все уже посмотрели. Ну, если нет, то... Самый быстрый сабмишн оформил Зак Кайна за 24 секунды в первый же день сражений. Во второй решающий день команда Universal Fighters обыграла сборную Оу Леоне со счетом 4-3. Школа ММА Нурмагомедова также одержала победу над Оу Леоне с тем же счетом 4-3 и даже добавила неких атмосферных специй. Тем самым продемонстрировав лучшие традиции борцовских турниров в странах бывшего СНГ. Но так как я сегодня добрый и всех хвалю, скажу, что и они молодцы! Ну и в кульминации сборная Universal Fighters одолела специально завезенный элитный спецназ грэплинга команду Модолфо, кстати, с тем же результатом 4-3. Весовая категория 60 килограммов. Магомед Беак Тимеев из Universal Fighters обыграл Бруно Петерсона в весе 91 килограмм. Руслан Абдулаев обыгрывает Люка Гриффина, забрав 2 раунда из 3 и объяснив жестами перспективы соперников в этом командном раунде. В категории 83 килограмма Данте Леон сабмитит рычагом локтя Абжулалила Адилова. В категории до 65 килограммов Магомед Шакбанов одержал победу над представителем артов джиу-житсу Заком Кайна и тоже воспользовался Эсперанто для передачи привета в команде соперников. Ситуацию решил исправить Жан-Карло Бадони в дивизионе до 91 килограмма в матче с Гаджимурадом Абдулаевым, исполнив красивый хилл-хук, но был нежен. В столкновении весовой категории 70 килограммов Коул Аббате также хилл-хуком заставил постучать Рашида Кайтмазова. В итоге дело оставалось за последним матчем, он-то и должен был все решить. И в весе 76 килограммов разыгралась решающая битва. Гайрбек Ибрагимов против Фабрисио Андреи. Все три раунда прошли напряженно до сведения челюстей и мелких крошек на зубной эмали. И закончились они все со счетом 0-0. И в итоге судейским решением победа была присуждена Гайрбеку Ибрагимову. И это событие просто взорвало заряды позитива на складах нашего настроения. Как итог, после двухдневного сражения, полного впечатляющих моментов и ярких эмоций, команда Модолфа и команда Universal Fighters выходят в декабрьский финал Лиги Чемпионов Аига. МОЛОДЦЫ! Любопытный случай произошел с Михаилом Панковым во время его приключений в Бразилии. Молодой турист вечером в баре познакомился со взрослым местным мужчиной, который его угостил, а потом пригласил к себе домой с целью показать свой ствол. Ой, короче, вот, пивняк. Я там второй день пришел на Синяк. Пивняк! 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 Плейс Висбиро! Короче, я познакомился с капитаном полиции, мы с ним насинячились. Вот он уже меня куда-то ведет. Говорит, пойдем. О, по-моему, я говорю, сейчас я тебе ствол, ствол себе покажу. Чем закончилась эта история, смотрите скоро в продолжении бразильского сериала на BG Freaks TV. А еще, несомненно, молодцы Джиусейл. Если вы еще не в курсе, у наших партнеров Джиусейл буквально недавно появились новинки. В первую очередь это ребрендованные гишки Twelve Stitchers. Белого, черного и розовых цветов. Здесь же вы найдете ранговые рашгарды и новенькие модели в стиле одного известного аниме. Это что еще за съемочный процесс-то? Что происходит? Что происходит? Дайте-ка комментарий, что происходит. Не знаете, хай-хай-ня какая-то в стиле джиу-джитсу съемки. Хотите подробностей? Заходите на страничку Джиусейл в описании, интересуйтесь, приходите, меряйте, надевайте. И имейте в виду, на данный момент это лучшие гишки по ценам начала 2000-х годов. Кто там что хотели? Опять пытались предложить мне черный пояс. В очередной раз, в четвертый раз за день привозят черный пояс. Задолбали, ну там, понимаешь. Беляев не продается! Продолжим. Турнир рок-н-роллинг разрастается и крепнет. Как с организаторско-административной точки зрения, так и в аспекте качества и количества в составе спортсменов. Летние каникулы здорово ограничили количество участников в детских категориях. Но зато какое раздолье было для взрослых. Их собралось столько, что мало какой дивизион в адалтах не собрал полную сетку. А в отдельных категориях и вовсе превышал планку 17-20 человек. Примечательно также то, что в этот раз было много интересных старших. То есть черных и коричневых поясов. Реально было на что посмотреть. Да и конкуренция растет. Так что халявную медальку где-нибудь в экспертах по Мастерс 8 уже не урвать. Ну что, говорят, сегодня триумфальное возвращение Евгения Чехова в компетиторскую деятельность. Следующий старт чемпионат мира по адалтам в Абу-Даби, да? А кто говорит? Покажите мне его по одному, блядь, ко мне. Я вот говорю. Как фриксы скажут, так и будут. Приезжай объясни, блядь, что это не так. Не, я типа планирую пойти на ACB, но... Посмотреть. Ну, скорее всего поучаствовать. В кимоно я, наверное, поборюсь. В ноуги нет, а в кимоно я, наверное, поборюсь. Ну, а опять же, пока типа категории пустые. То есть там есть... А, как обычно, категории пустые, я не регистрируюсь. Это же так работает. Все ждут, пока кто-то первый оплатит. Надо регистрироваться. Ну, Самков-то точно поедет, да, на ACB? Я его... А куда ехать, в Микенино? Я зарегистрировался, но еще не оплатил. А, ну я тоже. Сейчас гонорар придет за рок-н-роллинг. Это, короче, вот схемы такие джинсерские. Когда тебе приходят гонорар за одни соревнования, а ты оплачиваешь другие соревнования. Деньги из джиу не вынимаю. Крутится. Да, деньги крутятся. Деньги должны работать. В ходе бесед с разными уважаемыми и интересными людьми в том или ином качестве присутствующими на турнире, мы рекордное количество раз услышали, что турниры рок-н-роллинг давно стали серьезными и статусными. Было много интересных матчей, апсетов и неожиданных взлетов. Все самые интересные поединки мы, разумеется, покажем. Кстати, и абсолютка планировалась бомбическая. Вопрос такой, в абсолютку ты идешь? Да нет, я три категории выиграл, шесть сваток получается. И я даже не пошел в Адалке бороться на УГИ, потому что они самые последние, были бы они первые. Там самые конкурентные, но я уже... 94 килограмма все равно это чувствуется. Чувствуется. А твой реальный вес сейчас какой-нибудь? Я не стал гонять. В кимоно еще можно подвязать, там как бы не так сильно. А вот на УГИ поборолся, две сватки едут. На кого ставку тогда в абсолютке сделал? Ну, я думаю, Ваня, потому что, ну, во-первых, он не боролся, он одну сватку свою сделал. Руслан, со мной, ну, тяжелая была сватка. Еще с Силаевым тяжелая. Две сватки, такие, которые прошли пять минут. Поэтому, я думаю, вот этот парень выиграет. Ну, это не что, вы терпелись. Это просто, что, четко, четко, четко все. В итоге, первое место в абсолютной писовой категории занял Паярков Илья. Если хочешь увидеть как, ставь лайк. А ты-то здесь как оказался. Я здесь главный. Он нам платит. Забыл, что ты в гардерии. Успокойся. Согласно теме выпуска, раздавая похвалы направо и налево, не могу не отметить ребят, с которыми мы провели прекрасный БЖФ Тусе Кэмп 11-13 августа. Это было настолько душевно и познавательно во всех аспектах, что мы решили повторить. И уже 8 сентября мы выезжаем на продолжение. Бархатный БЖФ Кэмп. Там же, в Подмосковье, пройдет 8-9-10 сентября. В программе, как всегда, приятное общение, хорошие и позитивные люди, сбалансированное питание, много джиу-джитсу в ги и в ноу-ги, лекции от старших поясов по разным темам, борьба, караоке и не только. Говядина волшебная. Как мы провели предыдущий кэмп, можно будет посмотреть в среду в формате премьеры нашего отчетно-атмосферного видео с песнями, плясками и компроматом. Хозяин налил, отработал семинар, налил стакан. Ты же запикаешь, да? Нет, ты же детский тренер. Я на этом еще заработаю. На чем? Чтобы я не публиковал, да? Ну а присоединиться к нашему выезду 8-го и 10-го сентября можно уже сейчас. У нас осталось еще несколько мест, так что заходите на сайт bjfreaks.ru и регистрируйтесь. Поверьте, такого формата бюджетусовки вы еще не видели. Нашла коса на камень, Идет война, да, на память зря. И на этой позитивной ноте мы, пожалуй, и завершим этот позитивный выпуск ньюзостей. Кстати, вы тоже молодцы и ай, какие хорошие, потому что досмотрели этот выпуск до конца. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, вы уже заносите пальчик, чтобы поставить лайк. Всех... Нет, не всех. В общем, целую. Пока! Муа! Субтитры создавал DimaTorzok